Вы смотрите отзыв об отеле Europa Fit. Этот отзыв был оставлен на просторах интернет-путешественникам с ником Туристочка, который был в нем в 2014 году. 2912-13-120-114. Перелет Москва-Вена австрийскими авиалиниями. В аэропорту взяли заранее забронированную машину, включили навигатор и поехали в Венгрию, на озеро Хевис. Отель Europa Fit 4 звезды. Отель бронировали напрямую через сайт отеля. Визу делали сами. Если интересен маршрут, то из Вены в Хевис ехали одним путем, по Австрии ехали до границы с Венгрией. Потом от границы по трассе 84, у Болотона свернули на 71, а там до Хеви за рукой подать. Парковка в отеле у нас была бесплатна, у них есть подземная парковка, под корпусом с апартаментами. Номеры у нас были суперионы с видом на уличные летние бассейны. Вид с балкона номера. Номер на двоих нормальный. Халаты, тапок нет, чайник, набор для чая, кофе, пополнялся. В шкафов достаточно сейф бесплатно, по приезду большая бутылка воды. Мини-бар пустой, но за деньги его можно пополнять, мы не брали. Питание завтра к ужин, в обед, в суп, только в зимние, осенние месяцы. Питание нормальное, иногда получше, иногда похуже, найти поесть всегда можно. Столы свободные есть всегда, обслуживание нормальное. Вечерами, когда большой поток людей, иногда дольше приходится ждать напитки. Вот чего они варить совсем не умеют, так это каша. Что угодно это, но не каша. Иногда вторые блюда, но это на наш вкус, были немного пересолены. Радует большое разнообразие чая на завтрак, и возможность заказать чай на ужин. Очень вкусные мандарины, хоть на вид и мелкие, яблоки неплохие. Новогодний ужин не очень понравился, набор продуктов ненамного отличался от простого ужина. На мой взгляд не стоит он этих денег, но отказаться от него было нельзя, в этом-то вся прелесть, или наоборот, туров новогодних. На новогоднем ужине была программа, фели Арии из опер и оперет, танцевальные номера. Салют бы неплохой. Ходили на улицу, там тоже были гуляния, попробовали кровяных колбасок и попили гроб. Лечение, врач посмотрел снимки, расспросил об других проблемах, померили давление, осмотр и выписка процедур, стандартный набор. У нас было 12 процедур, вытяжка, массаж, обертывание. У мужа получилось меньше, противопоказаний у него, больше. Озеро, мы шли медленным шагом минут 8-10, если глазеть на витрины, может побольше. На озере купили браслет на 10 дней, 10 часов, народа много, но все четко, шкафчики для одежды, душ, раздевалки. Лежаки или стулья всегда можно найти свободные. Там же можно попить, поесть, если кому нужно. Про качество еды не скажу, ни разу на озере не ели. В самом поселке и дешевле, и думаю, вкуснее. Поездки. Дворец Фешти Тичкестей. Ехать на машине недалеко, работают в выходные, что удобно. Мы купили полный билет, туда входит сам дворец. Единственное, самим ходить по нему нельзя. Мы немного подождали других туристов, и нашу небольшую группу повел работник музея. Гид что-то говорил, но не на английском, а на венгерском языке. После посещаешь музей карет и экипажей, в отдельно стоящем здании конюшен. Потом еще оранжерея и еще один музей, независимый музей. Время работы с сентябрь-май с 10 часов ровно до 17 часов ровно, кроме понедельника. Фото-фотоальбоме. Ездили в крепость Шумик. Приезжать зимой надо пораньше, пока светло. Внутри музея красивые виды. Проводятся рыцарские турниры, мы не пошли. Около крепости внизу неплохая таверна. Вкусно делают блюда из гуся. Суп-гуляш в котелке был хорош. Немного самого городка Хевис. Главный собор, на Рождество там была православная служба для русских. Народу было много. И, а эта скульптура напротив мэрии, вот сидит мэр и смотрит на такой чудесный вид. Озеро Балатон. И, еда в ресторанах в общем понравилась, суп-гуляш и гусь, гусиная печень с яблоками, карп и судак. Эти блюда всегда были удачны. Вот другие, в каких-то местах удачнее, в каких-то хуже. Баранины мало попадалось. Много дичи, разной. Назад ехали уже другой дорогой, вдоль Балатона по трассе 71. Потом свернули на 73, мимо города Вестрим, городом Королев, в котором помимо зоопарка, можно еще посмотреть епископский дворец и другие постройки расположенные на крепостном холме. Потом по трассе 82 до автобана М1, Будапешт, Вена уже до аэропорта. Отдых нам понравился. Скорее всего вернемся опять, но уже осенью или весной. В описании к этому видео есть ссылка и на другие отзывы про этот отель. В нашем туристическом агентстве вы можете без лишней переплаты заказать тур в этот и другие отели. Пожалуйста, обращайтесь, всегда рады вам помочь. Субтитры создавал DimaTorzok